Со сцены звучали отрывки прозаических сочинений, стихотворения, посвященные Соловкам. На вечер пришел и глава Сочи Анатолий Пахомов. Он встретился здесь с вице-губернатором Архангельской области Романом Балашовым. Эту практику мы продолжим. Я думаю, что мы сделаем серьезный календарь мероприятий. В общем-то, такой культурный обмен станет системным. Мы должны у себя в Архангельске видеть, что такое Юг России, видеть его, так сказать, культурное многообразие. Мы будем очень рады видеть и Краснодарский край, и более с Краснодарским краем. У нас вообще очень старые контакты. Сегодняшнее мероприятие, когда такое количество людей собралось, оно подтверждение тому, что это очень нужное культурное мероприятие. Мы сегодня уже полностью спланировали календарь событий в городе Сочи, согласно которого у нас будет только одних международных событий 36. Концерт – только часть программы. Чтобы показать историческое наследие Соловецких островов, на курорт привезли мощи святых и выставку. Жители и гости города могут увидеть иконы, картины, копии документов, фильмы, фотографии, подлинные предметы периода первого советского лагеря особого назначения. К примеру, поклонный крест, на котором остались надписи начала 20 века. Экспозиция Соловецкого исторического наследия уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Нижнем Новгороде, Саратове и Петрозаводске. Напомню, выставка открылась в художественном музее еще 9 мая и должна была закрыться 27 мая. Но учитывая большой интерес к экспозиции горожан и гостей курорта, передвижной проект «Целовки, Голгофа и Воскресенье» решено оставить в Сочи еще на месяц.